Всем привет, дорогие друзья, с вами Фуандри. Сегодня буду проходить мод Hearth Fire N4 Dream of the White Russia Victory. Погляда белых, этот мод уже у нас был, точнее, да, был на прохождении до этого, там было записано 2 или 3 серии, скорее всего это будет третье, но ничего страшного, сейчас можно наблюдать голосование. Сегодня будем идти по пути Лавры Георгиевича Корнилова, у нас была Рубивовка в голосовании, там выбирали то Керенского на втором месте, то Анастасию Романову, но все-таки на первом месте у нас выиграл Лавр Георгиевич Корнилов. Ну что ж, давайте начинать. Итак, вначале, как обычно, я пройдусь по вот этим вот фокусам, но в конце концов мы выйдем вниз, последствия переворота и режим Корнилова. Вот такое вот древо, это древо даже, наверное, чуть больше, чем у Колчака, у Колчака, за Колчака здесь тоже у нас было прохождение, но сегодня будет режим Корнилова. Что ж, погнали и начнем с самых первых фокусов, в пакеты стимуляторов. Так, ну что ж, мы продолжаем, и у нас военный переворот распускает съезд сейчас. Так, военный переворот распустил съезд. Да, он его распустил, берем последствия переворота, погнали. Так, ну и что ж, последствия. Так, ну и что ж, это Лавр Корнилов послал солдат. Отлично, выбираем. У нас Корнилов, кстати, предстоит быть фельдмаршалом, к сожалению. А, нет, он остается фельдмаршалом. Серьезно? Нет, он остается фельдмаршалом. А, у нас Франкель теперь не фельдмаршал. Все. Вот он, Лавр Георгиевич Корнилов. Превосходство армии, герой гражданской войны, вот такой вот у нас флаг и партия Союза Русского народа. Лавр Георгиевич Корнилов. Ну и давайте возьмем режим Корнилова. Погнали. Так, ну и дорогие подписчики, я сейчас беру превосходство армии, чтобы выйти вот сюда вот и поглотить в Альянс Киева. Здесь второй белый террор. Сам факт того, что у нас здесь есть фокус на Альянс с Японией, но прикол в том, что я уже к ней вступил в Альянс. Вот это я понимаю, восточно-азиатская сфера сопроцветания. Сразу видно восточное. И сразу видно Корнилов, Ихера и Хирохито, Ван Лав. Так, ну что ж, я взял превосходство армии. Давайте-ка сейчас возьмем сразу же белый террор, потом поглотим сразу же факт. А Японии тем временем отдали кусочек Китая. Прикольно, прикольно. Итак, война объявлена. Так, здесь мы всем все объявили. Давайте поставим на паузу. Так, и здесь пока что мы сейчас продвинемся, пожалуй, вот сюда вот. Черт. Голожди-ка. Все, отлично. Сейчас наши дивизии сразу же проходят в тыл к врагу. Наша задача сейчас дойти до Минска. Немец отправляет нам даже добровольцев. Вот это я понимаю. Немецкая поддержка. Так, даже можно, знаете, как сделать? Можно сделать даже вот так вот. А здесь просто пойти в Минск. Поехали. Здесь с речкой будет не так уж и легко нам. Так, отлично. Они пытаются нас уже обходить, но мы не дадим. Давайте отправим наши танки. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот так, вот так. Все, они начинают идти сюда. Так, нет, давайте-ка. Нам нужно сейчас просто-напросто закрыть эту группировку. Так, союз с Японией. Мы пока... А, ну он у нас и так есть. Давайте просто-напросто возьмем на марш. Поехали. Итак, в конце концов, такие государства, как Финляндия и Монголия, были быстро захвачены. Также Беларусь капитулировала недавно. Альянс Киева несет потери 200 тысяч, как Россия несет всего лишь 38 тысяч. Также закрываются крупные группировки противника в Беларуси. Ну а дорога Киеву открыта. Украина полностью... Полностью теряет здесь поражение. То есть... Украине осталось недолго. Дорога на Киев открыта. Мы берем Киев. Давайте посмотрим на это. Величайшее событие. Быстро берем Киев. Украины осталось не так уж и много по капитуляции. Давайте, Киев наш. И Украина переносит столицу. Правильно, куда же еще, как не в Донецк. Ну и пошли тогда сразу же в Донецк. Давайте, давайте. Вперед, братцы, вперед. Ну а здесь мы можем спокойно делать котлы. Украина просто-напросто сдает все свои позиции. Харьков скоро станет тоже наш. А точнее, он уже наш. Ага. Ну и они решают вывести дивизии из приграничных зон и увезти их в Донецк. Ну и ничего, давайте отбивать наш родной Донецк. Ну и в конце концов, 14 октября 1937 года, Альянс Украины капитулирует. Так, мирный договор был подписан. Мы забрали все территории полностью Украины, Финляндии, Белоруссии. Но за то, что Япония помогла нам в этом конфликте авиацией, мы отдали ей новую монгольскую империю. Вот это я понимаю. Ну, в принципе, ничего страшного. Японцы наши союзники. Я не думаю, что у нас с ними будут какие-то плохие отношения. Тем более, они у нас 45-50. Ну что ж, теперь давайте отстрелять дворянство от власти. Ну а потом уже давайте сделаем российскую военную экономику. И сразу же переключимся на военную экономику. И также открыты будут решения по наращиванию нашей военной промышленности. Так, ну а теперь, так как у нас еще 37-й год, еще не даже 38-го года. Давайте-ка сразу же мы пропишем от воевать землю у Румынии. Получим претензии. А так как Румыния гарантируется Польшей, то мы сразу же... А, хотя подождите. Франция тоже является гарантой. Окей, давайте тогда мы пропишем вторжение в Польшу. И снова в Польшу. Да, именно в Польшу. А Румыния гарантирует Польшу и наоборот. И поэтому у нас будет двумя зайцами... Двумя, двух... Черт, как это говорится. Двух зайцев одним выстрелом. Так, ну и вот, у нас появились интересные решения. Приоритет сухопутных войск, расширение заводов по производству оружия и боеприпасов и индустриализация любой ценой. Я так понимаю, это что-то по типу решений, как у Японии. По поводу вот здесь вот соперничество войсков или флот доминирует. Ну, то есть, скорее всего, это как-то вот так планировалось сделать. Пока что мы это все не будем брать. Посмотрим по ситуации. А тут я уже агрессивно национализирую территории Украины. Первый выстрел был в коня, А второй попал в меня. Устоял подо мной конь, Лишь подернул головой. Я же, выхватив обрез, Превратил в красный замес. Место, где было лицо, Перед встречей со свинцом. Белой гвардии сыны, Против бесов сатаны, Против молота серпа Свет двуглавого рва И уводит атаман Через веку за туман Злой казачий наш отряд За Россию умирать. А в бою так хорошо, Ищешь смерти, но еще, видимо, не... В конце концов, Польша капитулирует. А сам факт того, что... А сам факт того, что Польша вступает вместе с Румынией в союзники. Ну что ж, давайте тогда привлекать сюда и нашу Японию, Чтобы она уже начинала помогать. А лучше привлечь вообще всех. Так. Да, вот так вот. Давайте, давайте, давайте. Ну и давайте теперь разбираться, что ли, с Румынией. Фото здесь, возможно, нет вообще. Давайте посмотрим. Фото тут, по всей видимости, не особо. Давайте посмотрим, если тут свободный порт. А, конечно, здесь все порты свободны. Ну-ка, 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 да, здесь свободны все порты. Давайте делать высадку. Так, ну а следующим фокусом давайте-ка возьмем массу воинскую повинность И получим еще один процент военнообязанного населения. Не пробил час, и не ждут на небе нас. Выбиваешься из сил, но сколько в душ не погубил. Не насытится теперь сладким вкусом крови зверь. На привале тяжелее слышишь голоса детей, У которых никогда не откроются глаза. Вон они на облаках, у любимой на руках, Заживо сожженные революции во сне. Обернется Атаман, а за ним только туман. Не осталось казаков, белой гвардии сынов. Кого пуля догнала, кого шашка посекла, Нету смерти той святей, как за очи и гну за друзей. Ведь учили в школе нас белый враг, а красный наш. Обманули ни за что поколение мое. За Георгиевский крест получил венец небес, А за красную звезду место вечное в аду. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну и что, что я могу сказать? Здесь я создал марионетку Филиппа Питена Начион Францесс. Здесь у нас Освальд Моцли, британской империи Каледония, Видишь, Шотландии. Прикольный флаг, кстати. Да, ну Япония забрала немного. Япония забрала, так сказать, немного. Совсем немного. Здесь, кстати, я сделал единую Канаду. Такой вот мужичок прикольный. Также сделал здесь Берберский Тунис. Марокко я забрал под себя. И Малайзию я тоже забрал под себя. Так как здесь очень большие запасы резины. Так, здесь Япония забрала под себя. Забрал Мадагаскар, кстати говоря, под себя. Давайте-ка выделим лучше здесь... Нет, не будем выделять здесь марионетку. Ну и что ж, давайте теперь разбираться с нашими основными врагами. Здесь у нас вообще... Ой. Здесь у нас вообще непонятная для меня, так сказать, страна. Ну и давайте сейчас сделаем маловероятный союз. По вот этим фокусам, я думаю, нет смысла проходить. Либо я пройду вот здесь и выйду вот сюда. А, здесь нужно необходимо всё из этого. Ладно, давайте тогда сейчас побоию с Германией. С Румынией уже нет смысла. Ну и потом побоию с Прибалтикой. Я, наверное, Прибалтику вставлять не буду. А вот покорение Скандинавии вставлю. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну и что ж, вот у нас завершилась война с Рейхом. Между прочим, третий Рейх, Адик теперь наша марионетка. И Бенито наша марионетка. Бенито остался без колоний, но зато с Албанией. Да, Чехословакия зачем-то освободила Австрию и Словению. Прикольно так. Ну что ж, теперь давайте двигаться в Скандинавию. Давайте покончим с этими скандинавами. И займёмся уже, так сказать, крупными соперниками. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ 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 Япония у нас здесь так и воюет в Китае. Продвинулась лишь на две пробки за всё это время. Ну а мы давайте заканчивать. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Заходите в нашу группу в Дискорде. Заходите в нашу группу в ВКонтакте. Проявляйте активность в свою группу. Добавляйте меня в Дискорде, ВКонтакте. А с вами был Каландри. И всем спасибо за просмотр. И всем удачи. И всем пока.